МОСФИЛЬМ Шевелевой, да. Из фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Вот они взяли ее, построили буквально с нуля, используя советские какие-то там чертежи, реквизит со съемок. В общем, у москвичей есть приятная такая возможность отужинать в этой двушке, что там трешка была. По-моему, двушка. А то будем реально, вот хочу бы там оказаться, окунуться в эту атмосферу советского Нового года. Окунуться с головой. Там же, кстати, ванна есть. Тут самые души полито. Души, там, кстати, еще есть шуба и полито. Да, но нет, мы не там, мы здесь. И мы, друзья, решили выйти из студии. Мы сегодня в нашем любимом Тюменском драматическом театре решили добавить торжественности и великолепия нашей программе. Кстати, о великолепии, Юля. Вот вспомни, пожалуйста, самую такую яркую, такую самую встречу, самую запоминающуюся Нового года. Когда? Что это было? Великолепно, наверное, я не назову. Обычно я Новый год отмечаю дома. Это все-таки семейный праздник, дома в кругу семей. Но вот прошлый Новый год был несколько экстремальным. Мы чуть не опоздали на встречу Нового года. Мы 31 числа обычно с утра отправляемся поздравлять своих друзей, другим их родственников. Так, напоздравлялись. Да, напоздравлялись. На последнем месте нас очень хорошо принимали. Мы задержались, возвращались домой уже без 10, без 15. Мы были еще в дороге. Вдруг оказались пробки. Короче, мы забежали домой без 5-12. Реально. Муж бы приятного шампанское. Мы ставили салатики под бой курантов. Мы такие встретили. Самое главное, что успели встретить, мои воспоминания как-то в детство уходят. Я вспоминаю, как родители все это делали ярко, было здорово, весело. И знаешь, как мы наряжали все, делали эти гирлянды сами, делали эти бумажные какие-то фонарики, разукрашивали. Кстати, сейчас вот эти украшения из бумаги, из крафтовой бумаги очень популярны. И вот Ксения Сокрова как раз изучила этот модный тренд и побывала на мастер-классе по изготовлению новогодних звезд из бумажных пакетов. Смотрим. Маш, сколько нужно времени, чтобы изготовить хотя бы по одной звездочке? На самом деле, чтобы сделать, буквально 5 минут. Пойдем, и я научу тебя их делать. Тут у нас два вида пакетов. Какие лучше использовать? На самом деле, все подходят. Единственное, очень важно знать, что... Ну, не важно знать, но, в общем, это методом проб и ошибок. И не бояться экспериментировать. Все зависит от того, какой ширины пакеты. То есть, допустим, вот здесь узкие пакеты, их на одну звезду уйдет штук 10. Вот таких белых пакетов тоже уйдет штук 10. А тут из-за того, что длина, ну, то есть длина и, как бы, узина, так скажем, они, получается, уходят их штук 25. С чего мы начинаем? У нас есть пакеты, они широкие. Это самый простой вариант, потому что их на одну звезду нужно штук 6-8 тире. На самом деле, мы можем воспользоваться двумя вариантами, как мы и сделаем. Сделаем, например, 4 звезды общей сложности разными способами. Помимо пакетов нам понадобится еще клеевой пистолет. Можно заменить клеевой пистолет на клей-карандаш. Мы берем, например, вот так вот пакет, кладем его и проклеиваем по серединке и в основании. На самом деле, четкость линии не принципиальна. Единственное, что важно, ну, то есть, чтобы пакеты сходились вот прям четенько и ровненько. И вот как раз вот тут есть еще два варианта. Можно все пакеты разом склеить, вот эти 8 штук. Но вот в случае, когда их 8, это действительно очень удобно. То есть ты склеил 8 пакетов и, в общем-то, потом вырезал. Основная задача – это вот сузить верхнюю часть и вот в этой части что-то нарисовать. То есть, допустим, я нарисую сердечко, сердечко, ну и, в общем-то, все. Самый, наверное, удобный вырез вот в этом месте – это треугольнички. Ну, то есть их удобно вырезать просто ножницами, их удобно, особенно в стопке там как-то. Но желательно делать их не сильно глубоко, чтобы не прорезать вот эту вот часть. Как в детстве, как мы резали снежинки, придумывать узор можно на ходу. Берем за краешки и смотрим, всего ли нам хватает и хватает ли нам, сейчас, хватает ли нам на самом деле пакетов, чтобы у нас получилось. Вот мы берем и вот так вот разворачиваем. Осталось, что нам сделать – это только вот здесь вот склеить, вот по этому элементу. Хорошим тоном, я думаю, будет подарить друзьям и близким какой-нибудь винтажный подарок. Да, друзья, это может быть стильно, модно, реально круто. Так что не стесняйтесь дарить друг другу какие-нибудь бывшие в употреблении вещи. Это не просто вещи БУ, это же, ну, к примеру, какой-нибудь… Раритеты какие-то. Да, стильный какой-нибудь аксессуар старинный или какая-нибудь… Редкая пластинка. Пластинка редкая, там первое издание любимой книги. В общем, тут главное попасть в тему, и тогда такой подарок будет настоящим сокровищем. Чтобы найти лучшие подарки, вам нужно знать, где искать и как выбирать. Если вы еще не определились с конкретной темой, поход на Балашинный рынок или в комиссионный магазин поможет вам найти раритет. Нужно порыться в вещах, поискать, если ничего не найдете, обратиться к интернету. Узнайте ценовой диапазон нужных вам вещей, затем заходите на разные сайты винтажных лотов. Есть даже сайты перепродажи, там могут быть неожиданные штуки. Не спешите пролистывать предложения с плохими снимками. Не каждому дано быть хорошим фотографом. Вещь, может, и качественная, и уникальная, но этого сразу не увидишь. Позвоните и поболтайте с продавцами для получения более подробной информации. Смотрите дальше фасада, как говорится, чтобы не упустить свой идеальный предмет. Да, когда вы найдете идеальный подарок, следующий шаг – упаковка и украшение. Промойте вещь или отпарьте, чтобы освежить ее. Убедитесь, что все бирки или наклейки удалены. Выбирайте экологически чистую оберточную бумагу и многоразовую упаковку, где это возможно. Коричневая бумага – классический вариант. Ее можно сочетать практически с любой цветной лентой или аксессуаром. Преимущество использования коричневой бумаги в том, что ее всегда можно использовать повторно. И нет необходимости выбирать подарочную упаковку из фольги, блесток или пластикового покрытия. А почему бы не попробовать альтернативу бумаге, используя японскую технику завязывания шарфов фуросики? Эта техника предполагает использование квадратного или прямоугольного куска ткани для обертывания предметов. Для этого можно разрезать старую одежду или остатки ткани. Также можно использовать пышные завязки в виде узлов. Как же приятно рассуждать обо всем, что связано с новогодними праздниками. А вот и продолжим этим заниматься буквально через несколько минут, пока передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Доброе утро! Новую рабочую неделю начинает вместе с вами Тюменская служба новостей. Я Ксения Антропова. Какие новости принес понедельник, расскажу в ближайшие пять минут. Стартовала предновогодняя неделя. Приблизить настроение праздника помог главный герой Нового года. На площади 400-летия Тюмени открылась резиденция Деда Мороза. Первых гостей принимали здесь минувшие выходные. Организаторы создали все условия, чтобы обезопасить пришедших. Перед Дедом Морозом установили пластиковую прозрачную перегородку. Через нее все хорошо видно и слышно. Соблюдалась и социальная дистанция. Работали также интерактивные площадки. А поздравления для горожан транслировались на большом экране. Здесь же показывали мультфильмы и анонсировали грядущие праздничные мероприятия. Но тем, кто не попал на праздник, не стоит расстраиваться. Работа резиденции продлится до 14 января. Полный список праздничных локаций вы можете посмотреть на сайте фабрикаволшебства.рф. Ну и перед Новым годом каждый может примерить на себя роль волшебника, исполнив чью-то мечту. К общероссийской акции «Ёлка желаний» присоединился и глава города Руслан Кухарук. Не первый год в нашей стране проходит акция «Ёлка желаний». Это прекрасная возможность поработать волшебником, сделать так, чтобы желание ребенка обязательно исполнилось. Он снял три шара. Пятилетняя Настя теперь точно найдет под елкой световую песочницу, а семилетние Максим и Маша планшет и умную колонку. Участие в акции стало уже предновогодней традицией. В Тюменском автопарке в этом году появилось 59 единиц спецтехники для уборки улиц. Накануне поступило еще 4. Это вакуумные подметальные машины. Технику можно использовать в любое время года. Летом для очистки тротуаров от пыли, осенью для борьбы с грязью, зимой для обработки противогололюдными материалами. Машины выйдут на линию в ближайшие дни. Он по своим габаритным размерам позволяет производить уборку тротуаров как и в летний, так и в зимний период довольно-таки узких размеров. То есть проходим везде. Ну и качество соответствующего уборка техника производства Германии. Зарекомендовала на рынке себя очень хорошо, поэтому выбор был, так сказать, на этой технике поставлен. Руководству Дворца национальных культур строитель вручили сертификат на сумму 550 тысяч рублей. Средства пойдут на обновление технической базы. Такой подарок ДНК получил в честь своего 35-летия. За многолетний труд семеро сотрудников получили благодарности профильного департамента, трое почетные грамоты областной думы. Напомню, уже три десятилетия подряд дворец является центром притяжения народных творческих коллективов. Сегодня их 34. Здесь проводят выставки, концерты и мастер-классы. И мы в этом направлении будем продолжать работать, будем усиливать это направление. И если сейчас нас слышат и видят специалисты этого профиля, я готова общаться, готова, ну, может быть, даже кому-то работу предложить. Последние несколько лет из-за нехватки помещений многие мероприятия из помещения переносят на улицу. Праздники организуют на городских площадках и в районах области. Коллективы давно мечтают о ремонте. Самое главное нам хватает большого концертного зала. Конечно, хотелось, чтобы у нас был красивый дом дружбы, борис национальный культур. Предновогодняя продовольственная ярмарка прошла выходные в Тюмени. На нескольких площадках в разных районах жители смогли приобрести продукты к праздничному столу. Все напрямую от производителя. На прилавках мясо, рыба, дикоросы, мед. Все свежее и по приемлемым ценам. Особым спросом пользовалась птица. Индейка, бройлер, суповые курочки. На своем подворье выращено Галышманово. Кроме продуктов можно было найти и главный символ предстоящего праздника. На уличных базарах ели и пихты, а также изделия ручной работы. Кстати, несмотря на мороз, покупателей было много. Я купила рыбу. Я люблю готовить из рыбы. Пирог сделаю. Купила ягоды. Мне понравилось. Ассортимент большой. Всякие ягоды есть. Брусника, клюква, вишня. На этом у меня все. В студии работала Ксения Антропова. Еще раз желаю всем доброго утра и побольше хороших новостей. Теперь передаю слово моим коллегам. Спасибо нашим коллегам из новостей. Ну, а мы с Юлей продолжаем кайфовать, так сказать, в Тюменском драматическом театре. Да, да, да. И к нам присоединятся интересные гости. Кстати, встреча будет неожиданной, потому что говорить мы будем о спорте. Скоро вернемся и не переключайтесь. Мы продолжаем эту программу «Утро». С вами Юлия Сауляк. Дмитрий Наумович, мы в Тюменском драматическом театре. Сели посидеть на мягенькой кушечке. Да, очень даже комфортно. Но мы ждем гостей. Вернее, они уже здесь. И это не просто гости. Друзья мои, боксеры в Тюменском драматическом театре. Спортсмены в театре. Да, естественно, это неспроста, потому что тюменские спортсмены Эмин Хатаев и Альбина Молдожанова завоевали золото Кубка мира нефтяных стран по боксу. Да, и, кстати, в турнире, который проходил в Нижневартовске, участвовали спортсмены из более чем 130 стран мира. И вот наши ребята стали лучшими. Альбина завоевала золото в категории до 70 килограммов. Это впервые в тюменском боксе, а Эмину не было равных в категории свыше 92 килограммов. И победители сегодня у нас в гостях. А еще также вместе с ними к нам пришел председатель наблюдательного совета Федерации бокса Тюменской области Илья Полухин. Друзья, здравствуйте. Да, рада всех вас видеть, но все-таки первый вопрос к Альбине. Альбина девушка и бокс вообще, вот как так оказалось? Как ты попала в бокс? Я в бокс пришла в 15 лет. У нас в поселке, в принципе, нечем заниматься таким. А к нам приехал молодой тренер, я зацепилась и осталась. А почему зацепилась? Что зацепилась? Ну, просто понравилось. Не знаю почему, просто почувствовала, что это мое. А близкие как отреагировали? Сначала они были очень-очень против, как это бокс по голове бьет. Но со временем мне, видимо, привыкли, смирились с этим. Они принимают и поддерживают. Ну вот женский бокс, вы не единственная девушка у нас, боксер, да, в регионе и набирает женский бокс оборота. Но вы тренируетесь в мужской команде. Среди ребят, как парни относятся? Парни очень спокойны, они у нас все очень общительны, да пожелательны. Поэтому ко мне они относятся так же, как друг к другу. Вот сейчас мы у Эмина спросим, вот как парни вообще относятся. Вы наверняка ведь встаете с ней с парнем, да, я не знаю, или нет? Как это бывает? Нет? Разные рисовые категории. А, вот почему. Эмин не встает, а другие ребята встают, да? И ничего, они как-то не тушуются, как бы, с пчелкой. Наверное, поэтому результаты, потому что она все-таки на матчах тренируется. Именно вы можете себе представить, что вот ваш противник соперник девушка? Могу представить. Но не ходила. Только на тренировках. Только на тренировках. Хорошо. Вы, Эмин, буквально недавно, да, выполнили норматив на звание, я если неправильно скажу, мастер спорта, ждурового класса, да? Да. Это потолок, это вот как бы, ну, какая-то, не знаю, цель, которую вы сейчас добились, или это, ну, скажем так, очередная ступень, и у вас какие-то гораздо более, да, не знаю, там, высокие цели какие-то. Да, это очередной шаг просто. А сложно было шагнуть вот этот шаг вообще, получить такое вот звание? Ну, годы тренировок. А сколько лет? Я с детства тренировался, с самого раннего детства. С детства? Да. А тогда знаете, какой вопрос? Вот интересно, вы с детства, да, вы наверняка там с пацанами пришли в бокс, с какими-то друзьями, может быть, своими? Нет. Нет? Вы один пришли? Меня отец привел. Отец привел. Ну, хорошо, есть какие-то сверстники, которые в это время тоже приходили. Кто-то бросил бокс, а вы нет. Почему вы остались в этом виде спорта? Ну, это, можно сказать, спортивный, боксерский отбор, спортивный отбор. У каждого своя судьба. Выбрал, люди выбирают свой путь. Я выбрал такой путь. Никогда не хотелось в другой спорт отменить? Да, я в детстве мечтал заниматься футболом. Футболом? Да. Слушайте, вот я вот смотрел на вас и думал, ну вот сейчас люди занимаются там боксом, а потом некоторые ведь выходят на бои с правилами, да, вот вы не думаете об этом? Нет. Пока у меня одна цель, только бокс. А какой бокс? Олимпийский, профессиональный? Пока только олимпийский, любительский. Хорошо, в любом случае успехов. Я хочу вот и не задать вопрос. Вы расслабляете наблюдательный совет при федерации бокса в нашей области. Скажите, что делается для того, чтобы ребята успешно, удачно переходили в профессиональный спорт и при этом оставались, чтобы они выступали по-прежнему в Русланской области, оставались здесь, на нашей территории? Ну, с нашей стороны мы, наверное, делаем все возможное. Ну, это все-таки больше, наверное, на каких-то добровольческих начинаниях. То есть, все-таки поддержка... Ну, это и организация тренировок какая-то? Это соревнований, потому что, чтобы все-таки добиться результатов больших, то есть, детей нужно вести к этому. То есть, это надо организация, то есть, именно какие-то юношеские, детские соревнования. То есть, это немаловажно. Тут должно быть постоянно турниры? То есть, мы проводим регулярно, каждый месяц у нас проходят какие-то турниры. То есть, ну, на сегодняшний день с пандемией, конечно, всем известно, что это сложно, но даже здесь мы стараемся проводить какие-то тренировки. То есть, сейчас есть послабление, какие-то тренировки, то есть, в таком соревновательном духе, то есть, мы проводим. Потому что, для ребенка выйти на ринг, и выйти на ринг не просто на тренировки, а именно в соревновательном процессе, это очень тяжело. А в другие города часто в области нашли? Стараемся, да. Регулярно. Катя, насколько здесь важна поддержка со стороны правительства области? И какая отказа в процессе оказывается? Ну, наверное, сейчас, чтобы не совсем пожаловаться, поддержки в большой нет. То есть, хотелось бы, конечно, гораздо больше поддержки. И в финансовом плане, и в организаторском плане, но все равно есть, и, то есть, сами школы спортивные, то есть, спортсменам оказывают поддержку, и неплохую поддержку. То есть, ну, конечно, надеемся, что с результатами, то есть, это будет, мы будем более заметны, именно как бокс, и будут поддержки гораздо больше. То есть, одно от другого тоже зависит? Конечно, безусловно, да. То есть, это целый ряд мероприятий. Таланты такие у нас, да? Вот. А у меня к Альбине вопрос. Вот еще недавно ты была, буквально год назад, была совсем неизвестная спортсменка, можно так сказать, да, перворазрядница Суватского района. А сейчас ты уже мастер спорта России, дважды призерка чемпионата страны и победитель Кубка мира нефтяных стран. В отношении к спорту бокс поменялось. Какие цели ты ставила перед собой год назад и сейчас? Год назад я даже не мечтала попасть в призы на Россию, а в этом году я уже стремилась к тому, чтобы залезть в призы и стать еще выше. То есть, я претендовала на второе и первое место. Я хотела бы его получить, но в этом году не вышло. Мое отношение к боксу не поменялось. Я как любила бокс, так как я и болела тогда, я и болею сейчас. А отношение к жизни поменялось? Ну, с работой в сборной это же тяжело. Это режим, труд, дисциплина, ну, как в армии, наверное, нет? Стало маленько проще относиться к жизни. Проще? Проще. Все в жизни так просто. Ты делаешь то, что тебя просят, и все. И ты получаешь то, что ты хочешь. А ритм, ну как, поменялся все равно? Ритм в жизни очень поменялся, очень поменялся ритм в жизни. То есть, это сбор, перелечаешь со сборов, то снова тренировки, с тренировок снова на сбор, и вот так вот, вот так вот, вот так вот. Эмин, а тебе вот от чего пришлось отказаться, когда ты занялся спортом? И, может быть, все равно чего-то хочется, но нельзя. Вот есть такое? Отказывался, не отказывался я всю жизнь боксинг. Прям всю жизнь, в прямом смысле. У меня вся жизнь связана с боксом. А ты как хобби или как работал? Как ты к этому относишься? И не хобби, и не работал. Просто это мой образ жизни. Образ жизни, да. Это жизнь. То есть, нет никаких соблазнов чего-то, потому что, ну, это что, отказываться от своей жизни, наверное, конечно, этого не может произойти. Я раз к этому пришел, решил до конца довести. Хорошо. Но это тоже работа над собой, это тоже работа над собой. Спортсмена держать в себе руках, дисциплинирует. А вот твоя цель основная, вот она в чем? Вот где ты чего-то хочешь достигнуть? Каким чемпионом может быть ты хочешь стать? Конкретной цели не буду говорить, но как можно высоких достижений достичь. Буду. Самых высоких, которые возможны в олимпийском и в профессиональном будущем. А будущее вообще в спорте себя видите? Вы всю жизнь в спорте, как вы наверняка же учитесь, может быть, еще, да? Профессию какую-то получаете? Или как? Или вот только бокс? Ну, всю жизнь бокс я не буду, по-любому. Пока обозрим в будущем, я буду боксом. Сначала бокс, потом, как обычно, бизнес. Да, да, не надо так. Пока еще не решила бокс. Я вот просто пока не представляю себя без бокса. Я вот, я думаю над этим, я разговариваю с девушками, которые тоже сбораны. Я спрашиваю девчонки, а что мы умеем, кроме бокса? И вот сидят, а мы же ничего не умеем. Мы только драться. Я учусь в колледже, в Тюменском колледже социальных и производственных технологий на учителя физкультуры. Ну, понятно. Просто останется в спорте, это все просто будет учить детей же. Знаете, какой вопрос у меня созрел? Вот я когда про соблазны какие-то говорила, что-то придется отказаться, что-то нет, вот такого нет. А если семья появится, а если есть мысли, ну, то есть, как бы, там, выйти замуж, жениться, вести детей, вот, или таких мыслей нет. Это тоже можно же как-то немножечко, да, поменять жизнь. Нет такого? Рано или нет? Пока не будем думать, да? Когда появится, тогда подумаем. Как пример могу привести, что у нас многие девушки в боксе, они имеют семьи, они ездят также на сборы, на соревнованиях, то есть, семья не мешает абсолютно. Если ты хочешь, то ты все равно будешь это делать. Да, так же. Ребята, а какие-то увлечения есть, вот, вообще не связанные со спортом, с боксом? Ну, не знаю, может, вышивать любите, может, рисовать. Может, просто ездить на машине, на скорости, или что-то еще? Да. Что, да? На машине любят покататься. Ну, вот, автомобильный спорт, можно сказать. Вообще, мечтаю стать фотографом. Мне прям нравится фотографии, смотреть через камеру, видеть вот эту красоту, внутреннюю красоту людей и пейзажа. Ребята, ну, поздравляем вас с наступающим Новым годом, всего-всего вам хорошего. Было очень интересно с вами пообщаться, приятно. Можно, можно. Конечно, можно. Перебить, в преддвериях Нового года мы бы хотели поздравить и отметить наших победителей вот такими. Поздравляем вас. Ох, ты. 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 Поздравляем вас. Поздравляем вас. Ух, ты. Заслужили. Под 100 тысяч рублей. Как здорово. Да. Ребята, поздравляем. Дай мне чистого сердца. Было что, да? Найдут примитения. Очень довольные. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо и успехов. Вам и, кстати, педесталов новых побед, новых званий. Да, мы будем вами готовиться. Спасибо. Спасибо. Эх, радуюсь я за людей все-таки, которые достигают поставленных перед собой целей. Это же так здорово, когда сбывается то, к чему ты стремился. И, кстати, вот праздник Новый год, это ведь то самое время, когда нужно строить планы, да, думать о будущем. Ну да, да, знаешь, Дима, у нас в семье, кстати, о планах, какая есть традиция. Какая традиция? Называется она капсула времени. Куда закапываете, что ли, если вы забываете? Не совсем. Мы завели эту традицию с мужем, когда у нас дети родились. И мы реально в январе записываем все свои хотелки, какие-то планы, достаточно длинный свиток получается. Так, свиток. Да, да, сворачиваем такой волшебный свиток и убираем в дальний угол какой-нибудь дальний шкаф. На год? Да, да, на год. И вспоминаем о нем вот именно в новогоднюю ночь. Распечатываем все это торжественно и сверяем, что же из этого сбылось. И как приятно, когда большинство сбывается. Сбывается? Реально, да. Ну да, дети в гимназию поступили, квартиру купили, ремонт сделали. Теперь все знают про это. Да, это правда, здорово. Может быть, одно бы и так все получилось. Ну вот как-то работает, заряжает. Это главное. На самом деле, прекрасно. С Новым годом связаны. Причем каждого, вот воспоминания свои какие-то с Новым годом, которые связаны. Вот и митюменцы, кстати говоря, охотно делятся в эти дни с нами, да и с вами, в общем-то, в нашей рубрике «Новогодний калейдоскоп». Давайте посмотрим очередных наших уважаемых жителей нашего любимого города. Потом продолжим. Я помню, как мама мне шила, как нам всем тогда, костюмы, либо звездочки, либо принцессы, снегурочки. Мы делали сами короны, то есть игрушки, которые не доживали до следующего Нового года, их толкли. И этой вот серебристой крошкой посыпали на клей такую оформленную корону, также обрамляли ее мишурой. Вообще мишура тогда была таким самым ценным, наверное, украшением. То есть те женщины, я помню, когда к нам приходили родственники на Новый год, то они украшали либо голову этой мишурой, либо вокруг шеи обматывали. На платье даже некоторые пришивали по подолу. И, соответственно, вот нас также собирали в садик. И я помню вот эти вот марлевые юбочки для нас, девочек-снегурочек. И такой интересный тоже момент, который мне врезался в память, это когда мама, чтобы какие-то там тапочки или что-то такое соорудить, она брала обычные чешки, в которых мы занимались физкультурой в детском саду, обшивала их хлопчатобумажной белой тканью, также украшала мишурой. И вот в этих красивых, новых, беленьких таких красивых чешках мы ходили, выступали на новогодних утренниках. Отчетливо помню, как нас с Артемом наряжали в шапочку, значит, с ушками, беленькая, вся мягкая. Как выяснилось на этом детском карнавале, невероятно жаркая. Просто какой-то отстой там невероятный. Ничего не слышно в ней, так сказать. Ну вот, милый ребенок, пофотографироваться, так сказать, нормально. А вот так покуражиться, повеселиться по-пацанячему, вообще немыслимо. Ну помню, да, то есть на шортиках какой-то хвостик и вот эти ушки. Вот она была из какого-то, господи, из козы, наверное. Из чего-то, что мама там порола, резала, из какой-то полезной вещи. 70-е, 80-е годы, Салихар, когда вот сейчас говорят там мандарины, мороженое. Слушайте, ну мы, конечно, ели мандарины и мороженое иногда по праздникам. Вот, кстати, да, Новый год мы ели мандарины. Но мы их с братом умудрялись съесть еще до Нового года. Потому что родители все равно старались Нового года запастись такими дефицитами. Сейчас это слово даже, дети не знают этого слова, да. Это были прям дефициты по благу, все это так приставалось, с самолетами привозилось, урывалась эта коробка мандарин там или апельсин. Они, наверное, были очень кислые, но мы их дети, которые ничего ко мне, яблок летом, и то у бабушки на Украине не особо не видели. Для нас, конечно, это было все экзотика, и мы потихонечку, помню, с братом умудрялись по одной апельсинке, там, за неделю, за две, в дальнем углу шифонера. Да, до сих пор помню. Было такое, да, и вот прям чуть ли не под подушкой, потом под одеялом, подточили. Мне кажется, родители, конечно, все это видели, знали, полили нас по-любому, но просто делали вид, что они не видят. Потому что, ну как, детей можно было это отобрать. А вот мне про Новый год напоминают не только апельсины и мандарины, но и бананы. В моем детстве они появлялись почему-то только в конце декабря, причем зеленые. Да вот у нас было так, причем зеленые. Мама прятала их в темный шкаф, в одеяло, они там дозревали. Но я, естественно, проверяла, дегустировала, и к новогоднему столу оставалось уже гораздо меньше. Кстати, друзья, о новогоднем составе поговорим в следующей части программы. Никуда не уходить, мы скоро вернемся. Это программа «Утро» с вами, и мы продолжаем наш предновогодний выпуск. И мы сегодня находимся в Кеменском драматическом театре. Здесь очень праздничная атмосфера, красивая елка. Проходят утренники для ребятней. Волей-неволей погружаешься вот во всю эту предновогоднюю суету. Юль, ты уже придумала, чем будешь всю эту предновогоднюю суету, вообще все эти дни, каникулы, кормить свою семью? А вдруг, вот, например, числа третьего придут гости? Есть какой-то быстрый рецепт? Парочка есть, конечно, но если честно, я вот думаю, может в этом году и не готовить, изменить традиции. Что? Ну, не готовить. В 22-м году морить всех голодом? Ну, не морить, ну, купить готовое, салаты, там, закусочки разные. Готовое, ты уверена? Ну, думаю, может быть, так попробовать. Как, может быть, уверена? Вот, когда свое купил, сам порезал, положил, замешал, тогда да, а так, я не знаю. Дим, ну, это же время все. А давай, знаешь, позвоним эксперту и узнаем, вот, как выбирать готовое салаты. Какому эксперту? Ну, например, Наталья Бердникова, шеф-повар кулинарной школы. Ну, тогда, конечно. Вот, да, я уже набираю. Так, 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 вот она с нами на связи. Наталья, здравствуйте! Мы вот сегодня с Дмитрием обсуждаем новогоднее меню. Ну, скажите, если салаты покупаем готовые, срок годности насколько отличается у заправленных майонезом, маслом или маринованных корейских, к примеру? Ну, салаты, которые у нас заправляются растительным маслом, у них срок годности встретим где-то, ну, 12 часов. Майонезом, соответственно, доходит до суток. Салаты, заправленные сметаной, у них вообще очень короткие срок годности, это где-то час, может быть, полтора. Да, салаты заправленные, ну, типа Цезарь, у них тоже более длительные срок годности, но, соответственно, там уже смотрим, как у нас страдает, да, то есть сам салат, потому что там лист салата может, ну, как бы уже не достоять. Но вообще, в принципе, срок годности салатов не заправлены в 12 часов, в 18 часов, а заправленные в 12. Наталья, а вот продают салаты на развес и в индивидуальных упаковках, какие предпочтительнее, чтобы вот на испорченный продукт-то не нарваться? На самом деле здесь ситуация двоякая, попасться испорченный продукт может везде. То есть бывает очень много факторов. Допустим, либо салат уже прожил свое время, да, и его уже, как бы, слегка подшаманили, да, добавили свежие продукты и добавили больше майонеза. То есть вы не определите, насколько он свежий на первый взгляд. Допустим, в готовых уже салатах, которые идут в упаковке, там используются консерванты, которые не совсем полезны для нашего организма. А от состава зависит, какие быстрее портятся? С мясом, с рыбой, грибами или, может быть, овощные? Ну, если смотреть вот чисто по составу, первые у нас идут мясные, потом рыбные, следом овощные. И, кстати, не очень долго живут с сырыми овощами продукты. Допустим, винегрет, он может где-то 24 ста спокойно храниться, как бы, если он овощи отварные будет. Но, смотрите, здесь у нас идет все равно от заправки. То есть заправленные салаты, какие бы они ни были, мясные, рыбные или овощные, они все-таки хранятся меньше, чем незаправленные. В общем, если покупать, то незаправленные выходят надежнее. А внешне что должно насторожить? Избыток специй, жидкости, запах, может быть? Если вы не уверены в свежести салата, как бы он может чисто визуально выглядеть прям свежим, попросите продавца перемешать, если у вас нет возможности его попробовать. То есть когда он будет перемешивать, если будет окажено слишком много жидкости, то, соответственно, салат долго стоит, и он уже дал какой-то сток, да. То есть и если сверху у салата слишком много, допустим, петрушки насыпано, либо каких-то орехов, то это должно насторожить. Соответственно, пытались скрыть какие-то недостатки салата уже, как бы, зеленью, либо другим составом. И хочу еще одно отметить, салат, в который включены яйца, да, они срок годности у них не больше шести часов. То есть салат под шубой – это у нас такая лотерейка, да. Спасибо вам большое, спасибо большое. Интересно, потому что тут мысль такая меня посетила. Сэкономить, например, на деликатесах можно? Ну, ты о чем? Картошечка там своя, соленые огурчики, капусточка? Да нет, 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 я вот про эти все вот. Красная икра, крабовое мясо, сейчас вот горят криверки появились, тоже делают из рыбного фарша, такие как настоящие. Вот и отправят про все. Ну, знаешь, вот опять же крабовые палочки, они же так популярны, хотя тоже не из крабового мяса. Я лично сама в салатики добавляю. Дети у меня порой съедают еще половину до того, как в салатики я их добавила. Да я и сам, да и кошка моя. Да, кошка любит точно. Я вот по поводу красной икры, я бы, наверное, не советовала искусственную. Все-таки тут натурально это надежно. Да, соглашусь. Вот мне интересно, как относятся профессиональные повара вот ко всем вот этим вот продуктам. Мы попросили узнать об этом нашу коллегу, Настачу Юрию Щербакову. Она связалась с поварами, и надо посмотреть. Интересно, давайте посмотрим. О том, что крабовые палочки никакого отношения к крабовому мясу не имеют, пожалуй, сейчас знают все. Но своей популярности этот продукт не теряет, потому что бюджетный. Делаются они из пасты цурими. И эта паста изготавливается определенным способом. То есть измельчается рыба, плюс к этому добавляются все ингредиенты, плюс к этому отжимается, то есть удаляется влага и еще прессуется. Размораживать лучше, конечно, при помощи дифростера, специального аппарата. Но если в домашних условиях дифростера нет, то, конечно, лучше из морозилки переложить продукт в холодильник, чтобы он там отошел до температуры плюс 5 градусов. Родина крабовых палочек – Япония. Именно там в 70-е годы производители научились с наибольшей пользой использовать не очень ценные сорта рыбы. У нас полуфабрикат стали выпускать в 1984 году на Мурманском заводе протеин. Кстати, советские люди воспринимали тогда этот продукт как деликатес. Говорят, его вкус очень отличался от привычного. Современная кулинария, она может использовать даже наименьшее количество мяса морских рыб, белых пород. Ну и заменять, конечно, это все загустителями, различными добавками, улучшителями. И уже не натуральными красителями, как это было в 70-х годах, а уже искусственными красителями. Кстати, продавцы рыбной продукции заметили одну интересную тенденцию. Покупатели имитированного крабового мяса больше не гонятся за дешевым продуктом. Теперь они гораздо внимательнее изучают этикетку и состав. Выбирая по принципу, дороже – значит натуральнее. Потому что цена крабовых палочек зависит от его состава, от количества фарша рыбного, от его соотношения в этом продукте. Чем больше фарша, а фарш у нас изготавливается из ментая, хека и путасу, тем цена будет дороже. Кроме того, специалисты советуют обязательно обращать внимание на срок годности. И тогда от новогоднего салата останутся лишь приятные воспоминания. Кстати, крабовые палочки хороши тем, что могут вписаться практически в любое блюдо – от бутербродов до выпечки. Все хозяйки задаются вопросом, что можно из них приготовить такого быстрого, легкого и не сильно вродящего в фигуре. Ну и, соответственно, что сделать так, что можно накрыть за несколько секунд. Один из таких быстрых праздничных вариантов – тапос с крабовым паштетом. Отправляем в блендер крабовые палочки, сочный болгарский перец, зубчик чеснока и тертый сыр. И взбиваем до нежной кремовой консистенции. Добавляем майонез по вкусу и хорошо перемешиваем. Чтобы придать пасте интересный вкус, можно ее слегка подкоптить. Нарезаем кружочками свежие огурцы и помидоры, а затем с помощью кондитерского мешка выкладываем крем из крабовых палочек. Декорируем закуску микрозеленью и ароматным зеленым маслом. Приятного аппетита! Эх, прекрасно вся эта предновогодняя суета, настроение прям праздничное чувствуется, да? О, чувствуется! Не думаю, что вот это больше всего нравится детям. А взрослые, они устали, они хотят лечь, они хотят отдохнуть. О, Димочка, ну что ты такой серьезный? Да я не серьезный. Ну да, но говорят же, надо периодически своего внутреннего ребенка выпускать наружу. Да? Да, это полезно от грусти, от старости, кстати, да? Да, 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 да. Весь этот мир, он же такой, обязательства какие-то. Ну это понятно. Да, все же это давит. И порой так хочется оцениться в детство. Ну хорошо. Хотя бы ненадолго. Хорошо, ну давай представим, да, представим, как Снегурочка готовится к Новому году. Дети знают точно. Давай. Она украшается, надевает свой любимый вот такой паричок и летит где-то, чтобы сделать красивый Новый год. Она помогает Деду Морозу готовить Снегу с подарки. Все украшает дома. Такими, ну, рисунками, как на стеклах машины, там, новогодние игрушки, елка. Мороз. Я думаю, она сама себе шьет. Платьишки, чтобы красиво выглядеть. Снег, наверное. Я не знаю. Сейчас ненадолго прервемся, а после нас ждет встреча с руководителем этого прекрасного места, где мы сейчас находимся. Да, в нашу импровизированную студию придет директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев. Узнаем, что, какие постановки готовит зрителям коллектив к Новому году, что детей, что взрослых, что будет в следующем году. В общем, обо всем поговорим, а плана. Я уже готова ставить галочки в театральной афише. Не переключайтесь, скоро вернемся. И снова всем привет от программы «Утро» с вами Юлия Сауляк, Дмитрий Наумчик на связи. Да, а тем, кто недавно к нам присоединился, напоминаем, что сегодня мы ведем эфир из Тюменского драматического театра. И здесь буквально все пропитано новогодним настроением. Вы уже задумывались, как проведете новогодние каникулы? Наверняка, да. Естественно, мы все этого так долго ждали, но все-таки, мне кажется, не лишним будет заглянуть на тюменский интернет-портал, который называется фабрикаволшебства.рф. Заходите, смотрите, листайте, и вы будете в курсе всех праздничных событий. На сайте масса полезной информации. Календарь, мероприятия, новогодние проекты, афиша, конкурсы, подкасты, сторис. А еще, что особо приятно, адреса всяческих активностей, катков, горок. Кстати, о горках. Наша коллега Виктория Геласимова подготовила для вас обзор мест, где можно прокатиться с ветерком, да еще и бесплатно. Смотрим. Горки в экопарке за Тюменском явно претендуют на первое место. Высота красавиц 6,4 метра. Ну и очередь здесь, конечно, соответствующая. Здравствуйте, а это вы крайние? Здравствуйте, да. А сколько примерно в очереди стоять такой? Ну, не знаю, минут 5-7, наверное, стоять. Ну, может, максимум 10. Ну, я как-нибудь с этим раз постою. Эмоции оправдывают ожидания. К тому же прокатиться можно не только детям. Но если стоять в длинной очереди не хочется, практически в каждом районе есть вот такая горка, как в сквере песочные часы. Она, конечно, по размеру немного уступает. Но как по качеству, узнаем у ребят. Готов? Давай! Ну как, круто было? Нормально. Слушай, а на чем ты катаешься? Лизянка. Это похоже на лодку. Ну, не знаю. Ну, чуть-чуть, может, похоже. Ребята оценивают горку на 7 из 10. К концу лед бугристый. Зато расположение удачное. А мы живем вот здесь вот прям рядом с домом. Нам близко выйти, это удобно. Видите, какая красота будет. И детям нравится. Это вообще. Таких горок по Тюмени десятки. Почти все с деревянным или железным основанием. Перед вами самые популярные локации – скверы и бульвары. Но про любителей настоящих снежных склонов мы тоже не забыли. Добро пожаловать в Заречный парк. Ясмин, часто приходишь на горки? Да, часто. Тут очень весело. Снега в этом году очень мало, но хочется побольше. Но все же весело. Горка слегка экстремальная. Оборудованного подъема и спуска нет. Зато долетаешь до самого центра Туры. Успехом пользуется у ребят постарше. А для малышей родители накатали мини-горку на обочине у парка. Сейчас сделали набережную и закрыли нам всю горку. А раньше был спуск прямо отсюда и вниз к Туре туда. Прям вообще здорово было. У меня трое детей. Каждый выходной, можно сказать, ходим. Берем сразу все. И плюшки, и снегокаты, и ледянки. И там уже по настроению на месте уже выбираем. Выбирайте горку. Хорошее настроение вам обеспечено. Главное – одевайтесь потеплее. Незабываемые впечатления и эмоции подарят вам не только зимние забавы. В Тюменском, драматическом, в разгаре новогодняя кампания. Казалось бы, мы просто прогулялись по театру. Здесь поговорили, там посидели. А настроение-то улучшилось. Здесь хорошо. Да, да. И прямо сейчас мы узнаем, что приготовил коллектив с зрителем, какие премьеры состоятся, ну и как прошел уходящий год. У нас сегодня в гостях руководитель этого прекрасного места, директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев. Сергей Вениаминович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы в первую очередь благодарим вас за эту возможность поработать в нашем любимом Тюменском драматическом. Мы всегда рады принимать гостей, особенно вас, потому что вы наши постоянные партнеры. Мы всегда очень рады, когда ваш телеканал рассказывает о нашей работе. И если вот так мы вам пригодились в качестве студии, мы будем счастливы делать это всегда. Мы тоже счастливы. А мы-то как счастливы, да. Остается еще какой-нибудь спектакль посмотреть. Да, да. Вот давайте репертуар как раз и обсудим. Буквально несколько дней до Нового года, вот что в эти дни еще вас может увидеть зритель? Значит, у нас с 20-го числа началась новогодняя кампания. И каждый день в большом зале идут детские мюзиклы. Мы даже больше называем семейные мюзиклы. По два спектакля в день. И вечером вечерний спектакль для взрослых. Обязательно какая-нибудь комедия, очень хорошее, яркое произведение. Мы в шесть, по-моему, раза в новогоднюю кампанию покажем «Семейку Адамс». Это наш золотомасочный спектакль, очень важный для нас. Мы покажем все лучшие спектакли, которые помогают людям расслабиться и действительно встретить Новый год. Да, получить удовольствие, конечно. Ну, насколько мы знаем, уже начиная со 2 января, да, двери театра снова откроются. Вот, и что вы предлагаете в каникулярные дни-то посмотреть, что там будет дальше? У нас сказки «Тысяча одной ночи» будут, «Снежная королева», «Приключения Буратино», «Царевна лягушка». Это наш основной набор детских музыкальных спектаклей. Все они наполнены песнями, танцами, очень яркие. Ребята их любят. Они не новые, мы уже их играем несколько лет, но, тем не менее, мы не детский театр, поэтому мы играем редко детский репертуар. И публика подрастает каждый раз. Они уже вырастают из театра «Кукол», приходят к нам и готовы с того, чтобы смотреть. Их практически полный зал каждый вечер, Дед Мороз, Снегурочка, они всегда есть. Ну, а взрослая аудитория тоже, она очень разная в этот период времени, особенно после 2 января. В театр идут те, кто вообще не ходит в театр, обычно, и приходят впервые, наконец-то, посетить этот храм искусства. И поэтому это особенный зритель, для него нужно работать чуть-чуть даже сильнее и ярче, потому что они не привыкли к атмосфере театра. Но мы всегда очень рады, что тоже свободных мест в этот период в зале пообщениям. Я смотрел там тоже комедии, народная комедия, мюзикл. А вот все-таки пандемия, никуда от этого не денешься. Какие меры предпринимаются, чтобы обезопасить зрителей? Как и везде, у нас вход по QR-кодам. Либо человек должен иметь прививку, либо он переболел, за то и за другое дают QR-код. Обязательно ношение маски в течение всего спектакля во время нахождения в театре. Для тех, кому меньше 18 лет, QR-код не нужен. Ну и поэтому мы, в общем, так же, как все другие учреждения, принимаем именно на этих условиях. У нас есть семейная рассадка. Это зрители, которые живут вместе, работают вместе, пришли вместе, могут сидеть вместе. Но между незнакомыми людьми должно быть свободное кресло. Я бы еще раз хотел зрителям сказать, что все спектакли, обязательно идите. Очень яркие, очень красочные. Там такие костюмы, друзья. Так что вперед. Да, и даже декорации мы вот сейчас как раз видим. Мы как раз доработаем, и ребята очень делают интересные декорации. Несмотря на все проблемы эти пандемии, все-таки год у вас был таким насыщенным, очень интересным. Золотая маска, и обменные гастроли, там, Омск, Пермь, да, и всевозможные форумы, конкурсы и так далее. Вот вы каким видите, лично вы, прошедший год, и, ну, может быть, его стоит сравнить с предыдущими годами, с тем же 20-м годом? Вот как раз недавно у меня была тоже конференция с руководителями театров России. И я там рассказывал о том, как мы эти годы последние провели. И оказалось, что в какой-то степени пандемия подхлестнула зрителя в сторону театра. То есть тогда, в сезон 18-19 года, когда мы не работали 5 месяцев, видимо, настолько зритель изголодался по театру, что с той поры мы каждый год увеличиваем количество зрителей в зрительном зале, увеличиваем количество проданных билетов. И я хочу сказать, что динамика достаточно сильная. Ежегодно повышается на 10% количество проданных билетов. Людям нужны эмоции, впечатления. Да, несмотря на то, что есть рассадка, у нас очень хорошие показатели. Плюс очень большая поддержка от Пушкинской карты, которая сегодня работает. И я напомню нашим зрителям, что необходимо побыстрее истратить деньги Пушкинской карты до 31 декабря, потому что они 31 декабря сгорят. Потом, конечно, начислят новые деньги, но эти деньги пропадут. Успевайте, театр открыт для вас, все билеты продаются. А молодого, кстати, зрителя больше стало, вот благодаря Пушкинской карте? Да. Наш театр вошел в пятерку лидеров по стране, которые самое большое количество зрителей обслужили по Пушкинской карте. На сегодняшний день мы заработали 18 миллионов рублей за эти несколько месяцев. Это очень высокий показатель. Это как раз вот работа отдела притяжения, который сегодня постоянно работает на молодого зрителя. И о молодежи стало очень много. Вот мы до эфира с вами разговаривали о том, что публика очень сильно изменилась в этом направлении, потому что появились люди, которые впервые пришли в театр, и они для себя его открывают. Да, и потом возвращаются. Да, и возвращаются очень много, и с удовольствием они идут. Они по-другому совершенно реагируют, они более живые. Они сначала воспринимают театр как кино, а потом понимают, что это живое искусство, что это сейчас, сию минуты происходит, на ней запись, они включаются в это. И это уже никогда не постарится. Да, и пишут потрясающие комментарии потом в социальных сетях. Мы очень рады, что у нас такая молодая аудитория, которая очень активно реагирует на спектакли. Мы вот не можем не упомянуть и еще об одном событии, это уход ведущего актера нашего, да, Сергея Скобелева. Вот замена вот такого актера, вот поиск этой замены, это насколько такая вот сложная задача? И решили вы эту задачу или нет? Ну, тем более зритель его знал хорошо, да. И вообще как он там вот хотелось бы тоже спросить? Я думаю, что там хорошо. Судя по тому, что он не звонит и не пишет, значит, все нормально. Обычно, когда людям плохо, они звонят, когда хорошо, они уже не звонят. Он там занят в нескольких спектаклях, из премьерных в том числе. Всегда две театра, уход артиста – это стресс. Потому что это роли, это нужно делать вводы, актеры, простите за это слово, товар штучный. И такого, как Сергей Скобелев, в театре, конечно, больше нет. Ну, вообще, единый организм, всегда говорят, да, что театр… И поэтому, конечно, мы нашли актеров прекрасных, которые работают теперь, роли, которые играл Сергей Скобелев. Теперь это стали другие спектакли. Они как бы одно и то же название, одни и те же партнеры. Но, тем не менее, спектакль меняется, потому что приходит другой человек, другой организм, другое восприятие, другая фактура. Спектакли от этого не потеряли. Возможно, какие-то спектакли изменились даже, может быть, и в лучшую сторону. Но это жизнь. Кто-то приходит, кто-то уходит. Это был личный выбор Сергея Васильевича. Он самостоятельно принял это решение, он запредупредил нас заранее. Он не подставил театр с точки зрения того, что завтра ухожу и работайте как хотите. Ну, вот расскажите о планах на предстоящий год. Что ждет зрителя, что готовит коллектив театра? Какие у вас задачи коллектива поставить? Удачи у коллектива только одни – работать, работать и работать. Прямо я сейчас Владимир Владимирович Ленин напомнил. На самом деле мы готовим премьеру. У нас одна премьера в конце месяца этого, это «Прощание в июне». И далее уже в марте месяце, в конце февраля и в марте мы покажем премьеру, как называется она, «Каренин». Это по роману Анна Каренина. Инсценировку написал сам режиссер, роман Габрио. Это будет уникальная инсценировка. То есть вся история, рассказанная глазами именно Каренина, выйдет она на малой сцене, и мы потом планируем ее принести на большую, потому что, как нам кажется, проект достаточно интересный. Это очень интересно. Да, и ограничивать его количеством зрителей малой сцены не очень хочется. Это будет немножко современная трактовка Каренина, Анны Карениной. Но уже сегодня у нас прошел технический совет, мы посмотрели декорации. Мне кажется, это будет очень любопытно и как раз интересно той самой аудитории, которая сегодня гораздо больше в зрительном зале обладает Лепушкинской картой. То есть молодежь с удовольствием посмотрит эту историю. Мне кажется, она потом захочет перечитать или прочитать, наконец-то, роман. И это правильная история, потому что нужно стимулировать зрителя возвращаться к первоисточнику. Ну да, вот как вы, Шекспира, да, преподнесли зрителю. Это же тоже несколько... Да, это тоже уникальный пример, совсем недавняя премьера, Ричард Третий. Это очень страшная, очень сложная, мало имеющая постановки пьеса, которую не все берут. Она такая неоднозначная. Но режиссер нашел интересный прием, и у нас битковые залы... Зрители оценил. Зрители идут. Несмотря на то, что он очень современный, и с современными приемами, там даже Ваинга поет. Ух ты, неожиданно, но при этом это настолько современная история, настолько классный мы придумали мерч к этому спектаклю, что люди фотографируются. Приходите обязательно посмотрите, я вам обещаю, вам понравится, а молодежь прям пищит от этого спектакля. Ждем. Спасибо вам большое. Успехов вам, вашему театру в новом наступающем 2022 году. С наступающим. Спасибо вам, что наступающим. Счастья, здоровья, благополучия. Пусть поскорее все коронавирусы сгинут, и мы будем жить полной счастливой жизнью. Да, да, аншлагов, аншлагов, аншлагов. Спасибо. И на этом нам пора заканчивать. Здесь прекрасно, но пора и честь знать. Да, но вы обязательно приходите в театр, получите эти невероятные эмоции. Желаем вам хорошего настроения и удачи в наступающем году. Мечтайте, думайте о хорошем, дарите друг другу добро и смотрите программу «Утро» с вами Юлия Савуляк. И Дмитрий Наумчик. Скоро увидимся. Пока-пока.